Прекрасная постная или вегетарианская закуска для всех, кто ценит низкокалорийные, но сытные блюда. Чтобы приготовить фалафель в духовке вам понадобится лишь желание и немного времени. Многие пробовали фалафель в ларьках на улице или в других фастфудах, но там его готовят во фритюре, что, согласитесь, не есть здорово. Предлагаю попробовать приготовить фалафель в духовке. Это легко и даже проще, чем жарить его в масле. Для приготовления фалафеля в духовке понадобится нут, его можете измельчить сухим или замочить предварительно, кунжут, яйцо и зелень. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Сначала подготовьте все необходимые ингредиенты. Измельчите нут, 2 зубчика чеснока, красную луковицу и пучок петрушки. Перемешайте. Добавьте сухари, обжаренный кунжут, яйцо, специи. Посолите и поперчите по вкусу. Снова перемешайте. Скатайте из полученной массы шарики, сбрызните их маслом растительным и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку запекаться до готовности. Жду ваших лайков и комментариев. Овощи тем временем почистите и порежьте на брусочки, посолите и поперчите. Смажьте маслом растительным и можете отправить в духовку на другой уровень запекаться вместе с фалафелем. Подготовьте соус. Огурец почистите, удалите у него семечки, измельчите. Добавьте в йогурт греческий, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, по вкусу добавьте сок лимонный и специи. Если хотите, добавьте измельченный укроп или петрушку. Когда фалафель подрумянится и пропечется, доставайте его из духовки вместе с овощами. Готовый фалафель в духовке очень хорош в теплом виде, но и остывший не теряет вкус. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. Нут, 500 грамм, красный лук, 1 штука, чеснок, 4 зубчика. Петрушка, 1 пучок, яйцо, 1 штука, кунжут, 2 столовые ложки, белые сухари, 2 столовые ложки, специи, по вкусу, перец, 2 штуки, кабачок, 1 штука, баклажан, 1 штука, огурец, 0,5 штуки, греческий йогурт, 180 грамм, лимонный сок, по вкусу, количество порций, 2-3. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Я рада гостям.